Привет ребята, это Madcore и Control Plus Paint. Довольно давно мы с вами не виделись, сегодня я поговорю о двух вещах, о велосипедах и о рисовании. Так как нашему разговору довольно трудно подобрать подходящую по смыслу картинку, то я просто включу на экране запись того, как я рисую небольшой скетч, чтобы вы не скучали, пока я буду говорить. Сразу хочу предупредить, что запись ускорена. Я обычно не рисую так быстро, поэтому не стоит обманываться. Я так быстро не работаю. Итак, сначала я расскажу о велосипедах. Я никогда не был любителем спорта, не был фанатом тренажерных залов, но в определенный момент понял, что мне нужно тренироваться, чтобы поддерживать себя в форме. И поэтому я решил начать ездить на велосипеде. Хоть мне и казалось, что это будет нудно и тяжело, но именно тогда мне объяснили, что даже если поначалу езда на велосипеде кажется рутиной, стоит лишь к ней привыкнуть и втянуться в процесс, то потом уже сам начинаешь скучать по велосипеду. Так и оказалось. Около года я регулярно ездил на велосипеде, но вот в последний месяц у меня ни на что не было времени, в том числе на велосипед. И я заметил, поначалу в первые дни, недели, месяцы езда была рутиной, тяжелым и трудным занятием. Но затем спустя некоторое время что-то поменялось, и я даже не заметил, как это произошло, но стоило мне ненамного забросить спорт, как мне стало недоставать велосипеда. Может статься так, вы относитесь к рисованию точно так же. И если вы только начинаете, то рисование для вас трудная и тяжелая задача. Поверьте, рисовать всегда непросто, но чем дальше вы будете продвигаться, тем интереснее вам будет. Точно так же, как и с велосипедом, я обещаю, вам будет легче. Про себя вы, наверное, подумаете, нет, это неправда, рисовать трудно, у меня ничего не получится, я вообще не вижу никакого прогресса. Мой совет, стоит сделать рисование своей привычкой. Пусть это даже будут не законченные рисунки, а просто небольшие наброски или типа того. Но как только вы сделаете рисование своей привычкой, оно останется с вами на всю жизнь. И если случится так, что вы отправитесь в путешествие или у вас не будет возможности рисовать, то вы начнете скучать по рисованию. В этом заключается великий секрет успеха в искусстве. Нужно сделать его частью своей жизни, каждого своего дня. И не стоит думать, что я всю жизнь ежедневно рисовал. Только в колледже я собрался и решил связать свою жизнь с рисованием. И с тех пор произошли серьезные изменения. Ну и конечно, у меня есть несравненные преимущества. Я зарабатываю на жизнь рисованием. Не у всех есть возможность ежедневно рисовать в течение семи часов. Но у каждого найдется хотя бы часок на то, чтобы заняться чем-то важным, чем-то для себя. Если вы хотите достичь каких-то результатов, и это, возможно, лучший путь к успеху. А самое замечательное в том, что в определенный момент рисование становится очень интересным и расслабляющим. Однако, хочу предупредить вас, есть и обратная сторона медали. Как я сказал, у меня был месячный перерыв. Ни рисования, ни велосипеда. И я почувствовал регресс. Точно так же, как вы достигаете развития, занимаясь чем-то каждый день, переставая что-то делать, вы теряете мышечную массу, навыки и так далее. В случае с рисованием вы теряете навык. Например, вы не рисовали год-два, но примерно помните, что вы делали раньше, как работали карандашом и прочее. Но стоит вам вновь взять в руки блокнот и карандаш. Но вряд ли у вас получится повторить свои прежние успехи. Так что еще одна очень важная особенность рисования. Навыки нужно постоянно тренировать. Но стоит только приложить немного усилий, построить график, как вы сможете без особых проблем выделять время на занятия. Мне бы очень было интересно узнать, как вы ежедневно тренируете свои навыки рисования, что вы делаете, чтобы вписать рисование в свой плотный график дел. Напишите об этом в комментариях. Давайте поделимся друг с другом полезной информацией. Спасибо за внимание.